Девушка, смотрите, как быстро ее чистят от косточек. Вот так вот она забавно охлаждается. Начинают кричать, зачем вы снимаете? Вы видели когда-нибудь бомбочки на палочке? Вот в таких печах они их жарят. Всем добрый вечер! Мы еле припарковались, это ужас какой-то вообще. Вот кое-как я машину воткнул. Посмотрите, сколько тут машин. А знаете, где мы? Мы на передвижном рынке, который время от времени приезжает вот именно в это место. В том году мы тоже здесь были. Очень большой рынок и такой, как сказать, ну хороший, приятный рынок. В плане того, что тут продают и то, что покушать тут есть. В общем, будем снимать. Смотрите. Смотрите, какая красота. Народу столько. Ну, вы видели, сколько машин на парковке? Вот это я понимаю весело. Это просто праздник какой-то. Так, мы сейчас пройдем к началу. Наверное, по еде просто походим. Не будем ходить полностью по всему рынку. Это будет очень долго. Так, ну это вот начало рынка. Давайте. Народу очень много. Немножко посмотрим, что здесь продают. Вот тут шарики какие-то булькают. Ну, я вообще первый раз это вижу. Джей Лебол написано. Желе внутри, я так понимаю. 10 бат один шарик. Очень оригинально. Для чего шприцы, я тоже не знаю. Но тоже оригинально. Так, а это какие-то... Какие-то грибы жарят, похоже, да? Похоже на этот, на медузу. Или растение какое-то. А, ну это я знаю. Это клубника и виноград в этом сакронном сиропе. Вот из такого тайского чая тут тоже делают напитки. Ну, вот этот чай, знаете, который мы домой всегда покупаем. Изумрудный и различный. И различный другой. Вот тоже фрукты. Кстати, клубника. 120 бат всего стоит. Смотрите. А большая 150. Где-то я недавно видел, что большая была по 200. Так, ладно. Клубника мы потом вечером, когда будем выходить? Ну, не вечером, а чуть попозже мы, наверное, возьмем. Нам еще повезло. Сегодня воскресенье. Выходной. Мы мимо этого рынка ездили в будние дни. Было, наверное, народу поменьше. А вот тут с рыбкой что-то готовят. Девушка, смотрите, как быстро ее чистит от косточек. Так, потом она надрезает, разрезает и кладет вот такую тарелочку с рисом. Потом они кладут туда яичко разрезанное и получается за 60 бат. Вот такое вкусное, я уверен, что вкусное блюдо. Так, ну классические шашлычки по 20 бат. Стандартно. Вот такой размер рынка. Здесь есть столы. Смотрите, можно поесть супчик. Так, ну и пока не сильно голодны. Поэтому ходим, вот снимаем. Здесь готовят десерт девушка. Готовят десерт из рисового теста. Видите, как она ловко скручивает. И что-то объясняет людям. А, это не десерт. Смотрите, это из рисового теста она делает. То есть, я ел такой десерт. Делали вот из такого рисового теста. Вот таким вот образом делали. Ну, внутрь клали начинку сладкую. А тут она внутрь кладет, скорее всего, не сладкую начинку. Потому что добавляет этим людям в суп. А тут что-то из... Ну, будем думать, что это все перец чили, скорее всего. Водичка охлажденная. Ну да, вот она забавно охлаждается. Ладно, пойдемте дальше. Может какую-то экзотику найдем. Кокосовая водичка 25-35 бат. Еще напитки, еще что-то. Шарики из кокоса. Ага, по 30 бат. Тоже кокосовая вода. Вот десерт. Вафли в виде рыбок. 35-25. С нутеллой 25. А 35, не знаю с чем. С мясом, наверное. Так, идем дальше. Тут уже вот слева одежда начала появляться. Отдельчики с едой заканчиваются. Ага, свиткейк. Ага. Мамикан, мамикан. Красиво, красиво. Мамикан, мамикан. О, видите, как люди... Людям нравится, когда вот их снимают. Не то, что у нас, когда заходишь в магазины, начинают кричать, зачем вы снимаете. Это же реклама. Рынок, весело. Тем более я с добрыми намерениями снимаю все это. А не со злыми. Вот десертики еще. Смотрите, какие красивые. По 30 бат. Кексики тоже разные. Я ищу рыбу, которую зажаривают в соли. Теляпию большую. Вот рыбку я бы съел. Вот свиные ножки, смотрите. Свиное мясо жареное. С рисом. Вот девушка спрашивает, почем. Цены нету. Ну, я по-тайски не понимаю. К сожалению. Здесь у нас вареники жареные во фритюре. Смотрите, с картошкой. С картошкой и просто с зеленью. О, как он шустро их сворачивает. Профессионал. Сейчас будет закидывать во фритюр. Сейчас мы это посмотрим. Пришло время жарки. Все, подальше надо отойти. Чтобы маслом не брызнуло. Ну, стандартное обжаривание во фритюре. В большом количестве масла. И хорошо, что он их так сверху прям не булькает. Ну, все. Потом вот этой огромной шумовкой он их достанет. Вот смотрите, что рядом жарят. Вы видели когда-нибудь? Бомбочки на палочке. 15 бат стоит. Тоже во фритюре вот жарят. Выглядит, конечно, забавно. Выглядит, конечно, необычно. Я такое вижу первый раз. Такое исполнение. Ну, это, скорее всего, обычное тесто. Обычная булочка. Но вот на палочке это, конечно, прикольно. Наверное, нужно взять попробовать. Так, ну и различная лапша здесь. Типа подтай, скорее всего. А, нет. Почему типа? Вот это вот. Вот это и есть подтай. 20 бат стоит порция. Вот девушка набирает. Вот эта подложка стоит 20 бат всего. Неплохо, неплохо. Так, тут у нас что-то очень сильно острое. Ух ты, а пахнет как. Очень вкусно пахнет. Чесноком и чем-то. Это что-то сырая рыба, наверное. Никогда не рискну есть сырую рыбу, особенно речную. О, какие шарики красивые. Вот это я понимаю. Баурсаки по 30 бат. По 20 маленький набор и большой набор по 30. И с кунжутом есть. Что-то я забрел куда-то. Тут еда кончилась. Садовая мебель началась. Смотрите, красота какая. Лаком пахнет. Ну вот, смотрите. Стул стоит 2200 бат. Вот такая качалка. А, нет, это не качалка. Это просто стол. Очень вкусно пахнет лаком. Так, ну ладно. Тут у нас дальше уже фермерские ряды. Вот это стол, смотрите. Смотрите, размер какой. Блин, вот это классно. Представляете, когда большая семья, да? Такой приятный он на ощупь. Так, ладно. Дальше у нас там фермерские дела пошли. Я имею в виду рассада всякая. Вот столы. Тут машины, наверное. Я не знаю, продают или что они тут стоят. Не могу просто понять. Наверное, продают. 30 тысяч, что-то написано. Ладно, пойдемте еще поищем различную еду. Я же не все обошел. Может, что-то еще интересное найдем. Вот, смотрите, суп по 50 бат. Соусы, грави. Грави – это вот рисовый, типа рисовый бульон. Вот он такой, как кисель, видите? Оле моей вообще не нравится. Ну, я могу в охотку, потому что иногда он как-то пару раз я брал. Ну, прям вкусный такой. То есть я люблю кисель, да? А это что-то подобное, только суп. И я вот пару раз, вот видите, он тянется. Вроде бы даже неприятный. Но иногда он на вкус, вот этот бульон на вкус прям такой, ну, классный. Ну, не знаю, какой этот бульон на вкус. Ну, с виду, конечно, ну, с виду красиво. Вот еще кексики. Смотрите, какие маленькие. Тоже с различными наполнителями. Вот я смотрю, там и фрукты, и ягоды, и лук даже нарисован. Только цены я не вижу. А, вот вижу, вон там за девушкой 10 бат. Вот, одна штучка стоит. Ну, в таких печах они их жарят. О, жареные каштаны. Слушайте, в Турции вот мы ели. Мне понравилось. Наверное, надо здесь попробовать. Интересно, на вкус такой же, нет? Порции есть по 120 бат и по 140. И просто по 100. Чем отличается, я не знаю. Скорее всего, сорт каштанов. Смотрите, по 140 бат маленький, по 120 средний, по 100 большие. И либо просто, ну, как, различаются размером. Скорее всего. Мороженое, смотрите, какая нарядная. По 39 бат, по 45. О, парню дали. Какую красивую мороженку. Ну-ка, сейчас посмотрим. Тут девушка тоже вон попросила, что получится. Так, ну, это обычное мягкое мороженое. Ну, просто выглядит очень красиво. Но, опять же, на вкус, какое бы оно ни было, там, обычное, мягкое, необычное, не мягкое. Вау! Вот это красотища! Смотрите. Блин, вот такую я за 39 точно буду красоту. Я просто уверен, что она вкусная. А вот здесь ларек, где продают блюда халал. То есть, это, которое не содержит свинины. Там либо курица, либо рыба, либо говядина. Свинины здесь нету. Это мусульманская еда. То есть, ну, тут нету ничего со свининой. Вот в этих блюдах, видите, тут даже нарисовано. Рыбка, креветка, коробка, курица. Так, например, вот что тут? Стейк какой-то за 99 бат. Ну, здесь мы явно ничего брать не будем. Но идея, идея на самом деле классная, потому что в Таиланде проживает тоже очень много мусульман. И я думаю, они просто, ну, просто будут довольны, увидев этот варек. А вот тут, я так понимаю, готовят сашими, да? То есть, свежий лосось. Нарезают тоненько его. И какой-то соус вам дают. Цену я не вижу. Hello. How much this? Only 40 бат. 240 бат стоит вот эта подложка. Ну, то есть, маленькая, наверное, в половину меньше. Ну, неплохо. А тут вот свежая в соусе. Ну, вот сырую, сырые креветки я точно есть не буду. Не знаю. Это вам не тараканов жареных есть во фритюре. Это сырое, но я не рискну. Я сначала думал, это зеленые помидоры, но я очень сильно ошибался. Это обычные куриные яйца. Смотрите, какая идея офигенная. 25 бат стоит порция. Вот она складывает стаканчик и заливает каким-то соусом. Ну, естественно, там чили и еще что-то. Ну, не знаю, так по мне, так гениально. Как вы думаете, что я нашел? Я нашел плов. Представляете? Никогда я не думал, что я в Таиланде увижу плов. Но это, скорее всего, не плов. Это просто, скорее всего, рис с карри, наверное, я так думаю. Но выглядит, согласитесь, выглядит как плов. Да, морковки не видно, чеснока не видно. Но на первый взгляд это реально плов. How much this? Вот одна подложка 50 бат стоит. Так, а тут что у нас? Тут у нас хот-доги по 60, по 70 бат. А нет, это не хот-доги, это шаурма. Вон она жарит ее. Маленькая шаурма до 60, 70 бат. А здесь гамбургеры по 60 бат. Chicken гамбургер и Beef гамбургер. То есть курица из говядины. А это что такое? Я не знаю. Но стоит это 100 бат. Вот эта штука вкусная. Яичный тарт. Смотрите, 5 бат стоит одна. Мы недавно были в KFC. Там вот яичный тарт стоит, если я не ошибаюсь, 70 бат. По-моему, 4 штуки. Вроде бы так было. Ну и вот моти. Да? Да. Это моти, только они сделаны не в классическом таком виде, а вот как они их захотели, так они их и слепили. Сколько стоит моти? 10 бат. Но это мы уже можем подложку домой взять, с чаем попить. А вот это, я так понимаю, сахарные как волосы, это пешмани, как в Турции. Скорее всего, это оно и есть. вот там жарят блинчики, парень жарит блинчики и будут ли они как-то это совмещать в пешмане? Нет, не будут. Просто кто-то купил порцию блинчиков. А, блинчики, вот девушка взяла, и вот эти вот волосы сладкие. Наверное, она сама будет дома это как-то совмещать. Вот. Смотрите. Ну, возможно, я ошибаюсь, возможно, это какой-то десерт тайский, но я вижу блинчики, я вижу сахарные вот эти вот волоски. Блин, я не знаю, как их назвать. В Турции называется пешмане. Вот красивые витрины по 15 бат. Морепродукты какие-то жарят у нас. Жарят, парят. Вот еще какие-то морепродукты. Порция стоит либо 50, большая 100, есть по 60, здесь, кстати, не очень пахнет. Вот эти красивые штуки. Ценник я не вижу. А, нет, вижу. Маленький 100, большой 200, снизу там написано. Вы-то вот просто берете и едите вот эти мини-осьминожки. Ну, я не люблю, я люблю вот такой десерт. Вот такой десерт очень вкусный. Он прям вкусный. Прям мы его не один раз уже покупали и будем еще раз покупать, я надеюсь, не один раз. А там вдалеке, смотрите, каруселька крутится, там детский парк какой-то. Но туда мы не пойдем, потому что тут еще рынок не начинает заканчиваться. ну вот этот десертик делают из рисового теста. у нее мини-мини такая машинка, небольшая, маленькая. Раз и все складывает. И тут что-то, ну, есть не только десерт, я так понимаю, из травы есть, а остальное все сладкое. Вот там орешки какие-то. Ну, ловко-ловко она с этим справляется. Мы пробовали не один раз такой десерт, но лично мне нравится. О, красота какая, смотрите. Суши и из этих, из курицы. Прикольно, выглядит? Маленькие куриные вот эти вот части крылышек, политые сыром. Ну, тоже, как по мне, так гениальная придумка просто. С чесноком там есть, спайси, оригинал, барбекю. Класс. Мне прям нравится идея. Одна вот эта ножичка, крылышечка стоит 10 бат. Так, а вот и белок. Чистый белок. Еще расскажу, у меня видео будет или было, не знаю, я еще, когда я сделаю это видео, но я уже снял этот материал, как я поедаю с удовольствием вот эти вот штуки. И в том видео, и здесь я вам тоже скажу, что эта еда не для туристов. Кто бы там не умничал, кто бы там ничего не говорил, это еда не для туристов. Они сами с удовольствием это едят, им это нравится. Вы тут видите много туристов. Пока мы ходим, я видел наши славянские лица, ну, штуки четыре. Все остальное местное население, потому что они знают про этот рынок, он где-то в анонсах скорее всего был, и на сухом виде стоит, я говорю, мы еле заехали. Ну, это красота, конечно, это просто жареная курица, нет ничего проще, и нет ничего вкуснее, жареная, вот он ее разделывает, жареная на огне курица. Класс! Рынок продолжается, нам постелили такую вот ковровую дорожку, ну, чистый Голливуд. Идем дальше. Так, опять каштаны, здесь у нас что? Здесь у нас что-то с кукурузой, правильно? А, вот, смотрите, здесь у нас еще молоко в каких красивых бутылочках, различные напитки, молочные, так понимаю, Милк, Милк Оикс называется. Да, ну, вот они нарисованы снизу. Чего-то 100%, супер молоко 100%, прикольно. Так, тут кукуруза, здесь вот это вот водное растение, в детстве называли чертики, это растет в пресной воде. Как-то я покупал в Таиланде это ел, ну, как сказать, как тот же каштан, грубо говоря. Маленькие крабики, крабики побольше и виноградные улитки. О, макрель ставрида, как она тут называется, мерлуза, как эту рыбку называют, ну, неважно. Выглядит классно, ну, на вкус, я думаю, тоже классно. Вот она с рисом продается, но с рисом я не хочу, я бы вот такую целую съел. Вот эта рыба тоже вкусная, я такую пробовал, мне она, как бы, ну, понравилась. рай для сладкоежек, привет кариес называется. Не знаю, я, когда вижу вот эти вот все десерты тайские, мне вообще по барабану там кариес или еще что-то. Ну, просто я, если я захочу, я возьму, мне что-то нравится, что-то не нравится, много чего пробовал, поэтому, ну, как-то так. А вот стандартный омлетик, но с какими-то наполнителями, там, с морепродуктами, да, вот он мидии там кладет, отростки, эти, как его, соевые ростки, вернее. Ну, должно быть вкусно, но выглядит, по крайней мере, вот смотрите, выглядит вкусно, но еще сверху креветочку положили, 35 бат стоит, пожалуйста. Вот вареники, да, или гёзы. Ну, вот это на гёзы прям похоже-похоже. 10 бат одна штучка, стоит. Токи-яки, току-яки. Ну, выглядит красиво. Ммм, и пахнет, кстати, пахнет неплохо. А вот детская тема, картошечка жареная, разнообразная, с сыром, или... с сыром, и вот в виде спиральки, и крошка-картошка. А, this how much? 49 бат. Ага. 49. ага, 49. Понятно, бат стоит. И крошка-картошка, это, конечно, прикольно. Блин, ну, даже вот это мясо, просто в каком-то соусе, выглядит, ну, пипец, как аппетитно. 60 бат, вот оно стоит. Они, кстати, расплачиваются куаром. Ну, мы тоже дома куаром расплачиваемся, естественно, давно уже. это на самом деле очень удобно. Вот это сковородочка, я понимаю. Привет! Человек вот жарит то же самое практически, но гораздо вот он веселее. Смотрите, сколько народу тут сидит. Можно спокойно посидеть, покушать, кстати. Ну, вряд ли мы будем сидеть, кушать. Мы, наверное, что-то возьмем и поедем домой. И вот, мы приехали просто показать вам рынок. Ну, картинка, картинка, вот это, конечно, так себе, но я понимаю, что супчик получится отменный. А тут у нас готовится мтам. 70 бат, 50 бат. они всегда пробуют, достают из этой ступки жидкость и пробуют, ну, понимают, чего не хватает, что нужно добавить. Ох, какая громкая реклама! Так, ну, рынок начинает заканчиваться, где-то на заднем фоне играет музыка. Я так понимаю, выступает какая-то группа, потому что музыка живая, там сцена стоит, фонарики моргают красивые, но очень громко на самом деле и немножко неудобно говорить. Ну, и как бы, вот, смотрите, рынок вроде заканчивается, наконец-то, наконец-то мы будем заканчивать наше видео. Ну, тут, естественно, продается еще не только еда, так как рынок огромный. Здесь вот у нас есть обувь, одежда, ну, и все сопутствующее. Но тут я уже ходить не буду, потому что, ну, потому что много народу и я бы не сказал, что цены какие-то суперинтересные, выбор может быть какой-то большой. Вот смотрите, женские, женская нижняя одежда, нижнее белье, здесь просто одежда, вот что-то по 100 бат, по 180. Ну, стандартные цены для рынка, я имею в виду одежду и все остальное. Поэтому мы, ну, не будем это показывать, иначе видео будет длиться 4 дня. Пока музыка закончилась, смотрите, я нашел десерт один, стики райс, то есть сладкий рис, запеченный в бамбуковом стебле. 100 бат стоит вот такой пакетик, в пакетике 3 штучки, либо 4. Привет. Вот. Мы пробовали такое не один раз, вообще не один раз, и я вам скажу, что это очень вкусно. Можно купить вот такой большой стебель, он 4 штуки за 100 бат, либо 3 за 100 вот такие, либо 2 за 100 вот эти потолще. Вот, ну, сейчас мы, не знаю, подумаем, может быть и купим. Но это классно, если где-то вот это увидите, вот такой вот, жареный рис, запеченный в бамбуке, обязательно купите. Ну что, выбрался я с внутренности рынка. Очень большой рынок, очень много людей, очень классно там, мне понравилось ходить, что-то смотреть, надеюсь, вам тоже понравится. Вот он так красиво оформлен, тут у нас пальмы различные, светящиеся. Ну а здесь вот вход, то есть, отсюда мы заходили, машина у нас стоит за мной, там парковка большая, которую я вначале снимал. Вот еще пальма такая красивая, крутится. Ну а на этом будем заканчивать. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok